Всем доброе утро! Сегодня суббота, и давайте вместе начнем выходной день со мной. У нас сегодня довольно такая прохладная, пасмурная погода, дождь такой, но я себе вообще деле подняла с кровати. Тем не менее, у нас есть планы, мне нужно пойти в тренажерный зал, потому что я туда уже не ходила около недели. И хотела бы вам еще показать, мне вчера моя знакомая, которая работает в аптеке, подарила пару миниатюрок, я сейчас вам их покажу. Это не спонсорское видео, поэтому все, скажем так, будет по чесноку. Вот то, что она мне передала, это все миниатюрки от этой фирмы УРАЖ. У меня вот была точно такая же маска, вот ее миниатюрка для лица. И тут есть вот куча-куча, это термальная вода, я так понимаю. Что это у нас? Фокус? Плохо видно. В общем-то, здесь нет ничего на русском, на украинском, все на английском, поэтому буду разбираться. Хочу вам действительно рассказать про эту марку потом, если мне что-нибудь понравится. Сейчас, чем я занимаюсь, я сижу вконтакте у себя на странице. Мне еще мама вот принесла малину, я ем ее. У меня тут такой беспорядок, как всегда на столе. Все вон и на кровати все валяется. Короче, надо было бы все это убрать, но я не могу себя заставить вообще ничего делать в такой погоде. Я, конечно, люблю, когда так на улице, но вот еще смотрю, как делать вот такой вот маникюр. Прикольный, по-моему, да? Хотела вам показать еще здесь один бардак. У меня образовался такой нормальный. Посмотрите на эту стопку бумаг. Вот, тут куча еще таких упаковок. И я вот пытаюсь очистить вот этот вот шкаф. И вот сколько у меня барахла еще сверху есть. Решила избавиться от старых своих и брата университетских тетрадок, и школьных еще тетрадок. Всяких там своих распечаток и так далее. Потому что, действительно, этот шкаф полностью был забит вот этими вот всеми тетрадями, листиками, какими-то конспектами и так далее. Как-то жалко было выбросить. Но в один момент мне пришло понимание того, что никому оно уже больше не нужно будет. Соответственно, информация уже устаревшая. И, в принципе, никто не хочет разбирать чужие каракули. Тут у меня целая стопка всяких бумаг. Так, например, я училась в торгово-экономическом институте. Здесь у меня, когда я писала диплом, куча ГОСТов, стандартов, мои исследования. Я писала диплом на тему бездрожжевого хлеба, экспертиза. И вот все мои, то, что я собирала статьи, то, что я ходила целыми днями в библиотеки, сканировала, копировала все это. Ночами не досыпала. Боже мой, все рассыпалось. Выделяла. В общем-то, жалко, конечно. Но это уже пройденный этап. И я получила уже за это. Вот, кстати, я что-то здесь даже рисовала. Вот. Что-то такое. Кошмар какой. Понятно. В общем, основы замораживания тестовых заготовок. Всякие статьи по хлебу. Вот я даже что-то выделяла здесь. Какие-то графики. Ну, блин, диплом я уже сдала. Я уже окончила университет. Брат мой учился на медицинском. На доктора. Поэтому у меня очень много вот таких вот всяких журналов. Даже какие-то есть зарисовки внутренних органов и плакаты всякие. Это упаковки хлеба, которые я делала тестирование. До сих пор, представляете, уже прошло 4 года. До сих пор все упаковки, всего хлеба. То, что я собирала на диплом, все еще осталось. Сейчас я буду с этим всем расставаться. Собираюсь выбросить. Вот это вот все. Это заполненные опорные конспекты. Все-все-все. Ну, оно мне уже не нужно. Я в университете учила товароведение. Блин, автомобиль или как-то так это называлось. Прикиньте, я вообще строение, как бы я сдавала, помню, зачет даже по всему этому построению двигателя, по видам топлива, экспертизе топлива. Ну, короче, очень странный у меня был факультет. Блин, это мои ноги в кадре толстые. Сейчас я немножко подвинусь. В общем-то, это тоже все идет на мусорку. А мне уже не нужно. Сказать вот это вот университета. И нам нужно было в конце учебы вот такую вот книжку. Это собрание научных статей студентов. Это моя специальность, так называется. Разместить свою статью. И моя, сейчас вам покажу, тоже здесь есть. Тын-тын-тын. Где она, где она? Я себя не вижу здесь. Ну, я где-то была. Сейчас, секунду. Блин, да ладно. Сейчас. Подождите. Кто меня видит быстрее, чем я? Блин, а где я реально? А, вот. Вот это я. Тут у меня написано О, потому что на украинском мое имя звучит как Олена, а на русском Елена. Вот. У меня называется поливняльное тестование хлеба, выготовленное за классичную технологию и бездрежевого. На русском сравнительно тестировано хлеба, изготовленное за классическая технология и бездрежевого. Это одна третья часть макулатуры. Тын-тын-тын. Тут еще тут ради. Это одна третья, представьте. Наконец-то подняла себя, чтобы идти в тренажерный зал. Покажу вам, как я собираю свою сумку. Эта сумка, кстати, с Ивроше. И шла в подарок каким-то заказом. Большая, тонкая, но она очень реденькая, удобно носить. Что я беру? Полотенце маленькое. Беру воду. Я набираю с фильтра. Вещи, футболка и шорты обычно я. Там переодеваюсь. Кошелек с пропуском. Ключи. Плеер с наушниками. И тут у меня кроссовки. Все, больше ничего не беру, потому что я не купаюсь в тренажерном зале. Он у меня находится практически под домом. Ну, считайте, в соседнем доме. Поэтому нет надобности. Лучше домой пойду и покупаюсь так, как нужно в чистом душе. И не хочу тащить с собой еще косметику, всякую шампуни и так далее. Вот. Поэтому мне удобнее принимать душ дома. Ну, в общем-то, я собираюсь. Скоро выхожу. Наконец-то я вышла на улицу. Погода, конечно, вкратная. Я под зонтиком, без макияжа. Потому что тренажерку я не считаю нужным. Что-то как-то краситься, потому что все сползает. Да и вообще выходной день я хочу, чтобы мое лицо тоже отдыхало. Так же самое, как и я. Хотя у нас есть в тренажерке девочки, которые даже накладными ресницами ходят в тренажерный зал. В основном, самое интересное, что они не занимаются. В основном ходят по беговой дорожке вместе с айфоном. Ключевое слово здесь «ходят». Это буквально минут 20. Потом они пройдутся по кругу, посмотрят каких-то мужиков. И реально придеваются в удобную. И вот оказывается погода у нас сейчас в Киеве. Я в странной обуви, потому что мокро. Идем. Я в раздевалках. Субтитры сделал DimaTorzok Моя картина, где висит. Мои друзья сидят. Это я ее рисовала очень долго по номерам. И вот такой вот у меня получилась картинка. Мы купили сами вот эту вот рамочку. Она обычно была деревянная. И мы покрасили ее в такую вот акриловую краску. Она такая перламутровая, полупрозрачная. Вот, собственно, куча красок, которые остались. Практически все целенькие, новенькие. Не знаю, что с ними делать. Выбрасывать жалко, пока лежат, ждут своего часа. И вот я нашла коробку от нее. Диайвай картина по номерам. Вот, лучший подарок. Вот она маленькая у меня тюрка, когда должна была получиться. Размер. Вот такое написано. И сзади написано разные техники, как рисовать, как растушевать кистью и так далее. Что может быть хуже того, что целый блок я хожу ненакрашенный? Правильно, это ненакрашенная я с глиняной маской на лице. Сейчас я буду за собой ухаживать. Уже в вечер я приняла душ после тренажерного зала. И самое время сейчас немножко поухаживать за кожей, сделать пару масок. Я себе сейчас придумала такой трехступенчатый уход. В душе я уже нанесла скраб. Сейчас вам покажу его. Это вот этот вот скраб чистая линия. Который с малиной. Он такой по консистенции, как отбеливающая зубная паста. Такой очень деликатный, легкий. После него я сейчас наносить буду глину на лицо. Для того, чтобы немножко сузились поры. Немножко почистить их и так далее. В общем-то сейчас я приготовлю и все вам покажу. Вот, короче, походу мало еще. Ну, вот и все закончилось. До конца уже десыплю. Что-то мне оставляет две капли. Так, все. Теперь размешиваю и наношу эту смесь на лицо. Тут у меня случился жесткий фейл, потому что я налила слишком много воды в маску. Она получилась очень водянистая. Не знаю, видно вам или нет. Как-то странно наносилась. Но глина. У меня больше нет глины. Уже что получилось, то и будет. Сейчас жду минут где-то 5-7. Смываю и наношу следующую ухаживающую увлажняющую маску. Все, прошло уже минут 5-7. Мне уже пора это все смывать. Выглядит реально как шпаклевка. Даже отпадает как шпаклевка от стены. Или как будто мел. Что-то такое, в общем. Сейчас снимаю и покажу, какое следующее у меня будет увлажнение. Я вот не знаю, со всех своих масок реально я вижу эффект только от глины. Потому что реально вот, если на свет смотреть, намного светлее стала кожа. Такая ровнее больше, да? Не знаю, может мне так кажется. Скажется, цвет такой не очень в ванной. Но приблизительно, я думаю, эффект понятен. Такая маэтовая, ровненькая кожа. Вот очень мягкая, когда дотрагиваюсь. Так, теперь мне нужно увлажнение, потому что кожа у меня сухая. Видите, уже все подсохло. Уже под глазами везде. В последнее время вспомнила, что у меня осталась вот эта вот маска. Блин, я не знаю, как вам показать. Вот так. Вот, от натуры Сибирики. Она активная маска для лица. Раньше ее терпеть не могла. Потому что, когда я ее наносила, потом смывала, эффект полностью уходил вместе с водой. То есть ее как будто не было. После того, как вы ее смыли, кожа обратно сухая и вообще ужасная. Поэтому сейчас я додумалась не смывать эту маску. Потому что, в принципе, если я выхожу из душа и наношу ее на все лицо, она полностью у меня впитывается. И смывать у меня, в принципе, уже нечего. Я уже переместилась в свою комнату. Нанесла себе увлажняющую маску. Не очень приятные сейчас ощущения. Но буквально она у меня впитывается минут 10. И все, мне даже нечего смывать. И, в принципе, так я и ложусь спать. На улице уже вечер. Уже начало темнеть. Что я еще сегодня буду делать? Я хочу отредактировать еще одно видео, чтобы выложить уже на следующей неделе. И, в принципе, хочу посидеть на ютубе. Что-нибудь посмотреть, покрасить и так далее. Заметьте, на часах без 20-12. И меня очень сильно накрывает волной голода. И самое интересное, что вот этот вот голод, который после занятий в тренажерном зале, он вообще какой-то дикий. Ты пока не наешься, ты никак с ним не справишься. И не можешь даже лечь спать и вообще расслабиться, не думая о еде. Короче, сейчас я пойду делать набег на холодильник. Попытаю что-то найти не калорийное, но чем-то забить желудок. Сухари, думаю, сойдут. Совсем немножко возьму. Так, что-то еще нужно взять. Сейчас, все уже спят, давно-давно. Я раюсь по холодильникам. Я вообще иногда думаю, зачем я хожу в тренажерный зал. Я все время, когда прихожу, ржу, как будто я не ела, наверное, недели две. Я думаю, возьму чутка подгулявший банан. Рука тянется к вот этому, но, блин, она очень калорийная, поэтому нет. Этого достаточно. Я бы съела еще арбуз с удовольствием. Он сейчас ночью, я задолбаюсь ходить в туалет, реально. Тынь-тынь, дыня, груша. Блин, у нас сегодня все такое прям фруктовое. Нет, нет, только не это. Гнилой банан у нее в помощь и пару сухариков. Ну, на этом, я думаю, стоит уже заканчивать влог. Вот так вот проходит мой выходной день. Конечно, всегда он по-разному идет, но, в общем-то, схема приблизительно такая же. Надеюсь, вам это видео понравится. Вообще, напишите мне в комментариях, нравится ли вам вообще формат влогов на моем канале, будет ли вам интересно. Может, вам скучно смотреть такие видео. Я любое ваше мнение приму, все как всегда. То есть, буду к вам предельно прислушиваться. Все-таки вам виднее, что вам интереснее. Спасибо вам большое, что полностью провели этот выходной день со мной. И, опять же, не забывайте писать мне в комментариях, нравится вам такой формат или нет. Спасибо вам большое за внимание, за ваш просмотр. Всех вас целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok